здравствуйте с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 4 марта и сразу о родившихся в этот день 1678 год день рождения антонио вивальди итальянского композитора скрипача дирижера педагога знаменитые времена года гремят по консерваториям всего мира спустя несколько столетий после его смерти а ведь он написал множество других не менее значительных музыкальных шедевров именно он стал первым в истории человеком который смог создать концерт для скрипки оркестра наши дни это очень популярный формат лариса лужина актриса народная артистка рсфср появилась на свет 1939 году а спустя 10 лет родился владимир ивасюк украинский поэт и композитор сейчас герой украины автор знаменитой песни червона рута который был зверски убит 70-х годах 1951 год рождается крис ри он живет с семьей вдали от мегаполисов в уединенном загородном доме в качестве хобби любит заниматься обустройством сада и рисовать продавая свои картины через аукционы а вырученные средства идут на благотворительность причем крис никак не афиширует эту сторону своей жизни 1954 год день рождения бориса моисеева танцовщика певца и актера заслуженного артиста россии борис моисеев говорят очень суеверный человек который постоянно общается с гадалками экстрасенсами сам заявляет что известное ворожея привлекла ему успех в 55 лет и долгую жизнь до 86 события 1726 год в петербурге при академии наук открывается первая в россии гимназия 1733 год указ императрицы анны иоанновны об учреждении полиции в городах где предлагалось открыть полицейские учреждения в 23 губернских и провинциальных городах появилась возможность создания органов городской полиции однако в ряде мест полицейские функции долгие годы выполнялись городскими гарнизонами да и сама охрана правопорядка и борьба с преступностью осуществляемые такими путями чаще всего не давали желаемого эффекта 1837 лермонтов арестован за стихотворение смерть поэта и начато следствие по делу о непозволительных стихах за которым наблюдал сам император первая часть стихотворения была названа шефом корпуса жандармов бенкендорфом дерзостью а вот относительно 2 он выразился куда более определенно отнеся ее к вольнодумству и сравнив с преступлением 1870 год на сормовском заводе пускается первая в россии мартеновская печь именно тогда еще в российской империи была построена первая печь по технологии французского инженера пьера мартена с тех пор печи стали неотъемлемой частью черной металлургии благодаря им проходила сталинская индустриализация с их помощью что называется ковалась победа великой отечественной войне 1877 год американский изобретатель эмиль берлинер создает микрофон однако в этой истории все не так просто за год до этого александр белл также создать микрофон который назывался правда жидкостным на выставке это увидел берлинер и решил что может сделать не хуже он очистил и усилил передаваемые звуки и изобрел таким образом телефонной передачи которые назвал микрофоном аппарат смог передавать звуки на большие расстояния был пытался судиться но у него ничего не вышло а микрофон для нашей профессии это сегодня все 1965 год принятие указа президиума верховного совета ссср о наказании лиц виновных преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях независимо от времени совершения преступлений 2002 год состоялась учредительное собрание национальной академии кинематографических искусств и наук учреждена премия академии золотой орел ну и последнее 4 марта 2002 год курс доллара в столице вплотную приближается к отметке в 31 рубль по итогам торгов он составляет 30 рублей 99 копеек утром мосэнерго полностью отключает от электроэнергии столичный автогигант азлк москвич за долги которые приближаются к миллиарду автоваз тем временем представляет свой новый автомобиль первый российский катафалк базовой моделью для вазовского катафалка становится universal вас 2111 новая машина снабжена грузовым отсеком длиной 2 метра и 10 сантиметров двумя боковыми и задней дверью что вполне достаточно для как вы понимаете специального груза символично но совсем скоро один из ведущих российских а ранее советских автогигантов прекратить свое существование азлк останется в истории да и сам автомобиль москвич практически исчезнет хотя нет да нет но где-нибудь во дворе можно найти уныло ржавеющий автомобиль мечта многих советских граждан с вами был николай пивненко в проекте дата дата